У нас есть Лукашенко, и я могу сказать, что вот ложное впечатление, да, конечно, что он сейчас вот среди всех диктаторов-ветеранов самый опущенный и самый никчемный. Это совсем не так. Вот я считаю, что Александр Григорьевич, он сейчас, пусть и невольно, но делает большое такое политико-научное открытие. Он разрабатывает методику, и обязан был бы, вероятно, если бы умел писать, конечно, написать бы даже некий труд, как оставаться президентом, проиграв выборы. У него есть сейчас, у него накоплен колоссальный, восхитительный опыт по этому вопросу. И, ну, в конце концов, не научится писать, то он диктует, потом поставит подпись там, со слов моих записано, верно мною прочитано. И вот он на ощупь создал, в общем, ну, скомпоновал удивительную методику. Он показал, каким образом можно сохранить власть, будучи неизбранным президентом, украв результаты выбора. Причем эта методика, она может выручить любого самого кровавого, самого тупого идиота, и помочь ему удержаться у власти. И вот этот самоучитель, конечно, должен быть создан. И эпиграфом, я думаю, что к этому труду мы могли бы рекомендовать Александру Григорьевичу фразу, что чем преступнее власть, тем легче ее удержать. И это не каламбур, это не некий парадокс, это очень серьезный момент, потому что президентская власть – это сильно не один человек. Это все равно некая коалиция, некая группа лиц, которую надо, конечно, готовить заранее, которую нужно готовить во время президентского срока. Вот всех этих людей нужно обвязать воровством, коррупцией, подлостью и преступлениями, так, чтобы они понимали, что трагедия, крушение режима будет и их личной трагедией, их личным крахом, их посадкой, их разорением, так, чтобы каждый из них дрался бы за свои яхты, за свои дворцы, за свои наворованные деньги. Ну, повязать кровью еще бандиты придумали, и даже, я больше скажу, не чаевцы и прочие романтические студенты. Здесь мы видим, что этот опыт удивительно, я бы сказал так, стерильно, аккуратно переносится как бы в другие юридические сферы, и что вот непреступников в правительстве силовых структурах быть не должно, потому что такая гадина, конечно, вот если он остался непреступником, он обязательно предаст. И, конечно, мало того, что это должен быть человек, повязанный воровством, он еще должен быть и абсолютно бездарен. И он не должен быть специалистом, потому что нормальный специалист знает, что ему в любом правительстве всегда будет место и всегда найдется применение. А вот та вот бездарная сволочь, она понимает, что должность, которую она занимает в настоящий момент, тот счастливейший лотерейный билет, который вытаскивается всего один раз в жизни. И поэтому, конечно, они будут умирать за своего господина. И достаточно, чтобы эти люди со времен легального срока сохранили просто физическую возможность управления войсками, пулеметчиками, ОМОНами, имели бы доступ к оружию. И тогда, да пофигу любые протесты, да пусть себе ходят, да пусть себе кричат все, что хотят, да не страшны никакие нехты, не страшны никакие марши. Все равно он собирается пересидеть и показывает, что в принципе это возможно. Я очень надеюсь, что у него это не получится. Что может ему помешать? Вы знаете, я не понимаю, Оля. Я не понимаю, как вообще это будет развиваться, потому что ведь они как раз доказывают то, что я всегда говорил, что мирный протест это самая глупая форма покорности, что так не делается революция. Но я за то, чтобы у них получилось что-нибудь в любом случае. Но это очень сложно, потому что ведь что такое государство с их точки зрения, с точки зрения там лукашенковцев. Это некая колония чиновничьих микроорганизмов, и каждый из этих микроорганизмов является составной частью президента. Гибель головного организма обозначает гибель и каждой молекулы, каждой клеточки этого организма. Поэтому, конечно, они будут стоять до конца. Оружие у них, ОМОНы у них, но что, грубо говоря, у нас пока непонятно, кроме живей Беларуси и нескольких миллионов потрясающих людей. Ужасная картина. Да, 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 совершенно, да. Она действительно реально, реально ужасна. А может в какой-то момент все-таки армия, ну, там же просто есть конкретные люди с этими автоматами, они-то не все наворовали, они, конечно, повязаны ужасной своей работой, но в какой-то момент они могут сказать, слушайте, это просто уже невозможно. Сколько можно бить пенсионеров и детей? Ну, ты знаешь, то, что они так подозрительно долго молчат, я боюсь, что они этого уже и не скажут. Тем не менее, все равно низкий поклон Беларуси и живее Беларусь за тот опыт, который они дали нам возможность приобрести на их примере.